Следующий вопрос. Говорит, те запретительные факторы, относительно которых есть разногласия. И таких, как мы сказали, пять. Разберем их по порядку без нилла. Первый запретительный фактор – арридда. Это вероотступничество. Говорит, и вероотступничество является самым худшим неверием неверия, видом неверия, и его постановление самое суровое и жесткое. И что такое вероотступничество в арабском языке? Это возврат от чего-либо в чему-либо. Сказал Всевышний, и не возвращайтесь обратно вспять, иначе вы вернетесь с убытком. А что такое вероотступничество в шариате? Это возвращение из ислама обратно в неверие. Сказал Всевышний, и те из вас, которые выйдут из религии, «Файмут» и умрет на этом, и умрет на неверии. «Дела таких станут тщетными». «Как в этой жизни, так и в следующей». «Они будут людьми огня и будут пребывать в нем вечно». То есть тот, который вернется из вас, из вашей религии, имеется в виду, выйдет из ислама и вернется в неверие. Сказал имам Ан-Нави, давая определение тому, что такое вероотступничество. Говорит, «Хиякату аль-Ислам» – это прерывание ислама человека. «Иногда человек может выйти из ислама, произнеся слово, как, например, обругав Всевышнего Аллаха» или его посланника и так далее. «А иногда может выйти из ислама, произведя какое-то действие, как если совершит земной поклон идолу или кинет в Куран нечистое место или растопчет в Куран и так далее. Говорит, «И действия, которые ведут за собой постановление о неверии, выходит преднамеренно от человека, как издевательство над религией». Как, например, «Те люди, которые совершают земной поклон идолу или солнцу». Или кидание Курана в нечистое место. Или неверие, или колдовство, в котором присутствует поклонение солнцу и тому подобное. «Вар-Раджих» говорит шейх Аш-Шамире и более правильное мнение, «Аннагазаль мани ла ютабару мани ан мустакилнан». То, что вот этот вот запретный фактор, то есть вероотступничество, не рассматривается как отдельный самостоятельный фактор. «Баль ядхулю тахталь мани ад салис ихтила фуддин». Но подпадает под общий запретительный фактор разница в религии. То есть, если человек был на исламе, был на исламе и что сделал? И его родственники также на исламе. Затем он вышел из ислама и скончался на вероотступничестве. Его родственники на исламе получают от него наследство или нет? Не получают, так как он является неверующим, не является мусульманином. А что делать с его наследством? То есть, куда уходит его наследство? Допустим, ушел из ислама, стал христианином. Говорим ли мы, что в этом случае его наследство получают христиане или нет? Более правильное мнение, что никто от него не получает наследство. Ни мусульмане, ни христиане. Почему? Потому что, почему христиане получают друг от друга наследство? Потому что они за счет того, что платят джизью, их религия, что делается, утверждается. То есть, дается им право исповедовать их религию, христианство. Но вероотступничество не утверждается. То есть, если человек вышел из ислама в неверии, допустим, в христианство, то его нахождение на христианстве не подтверждается законами шариата. И он казнится. Ясно или нет? Его наследство не переходит ни его родственникам мусульманам, ни христианам. Но переходит в казну мусульман. На общие нужды мусульман. Об этом придет вопрос следующий. Его будем, иншалла, разбирать завтра. Но суть, то, что мы должны понять сегодня, это вот это вот. То, что вероотступничество человека не рассматривается как отдельный какой-то самостоятельный запретительный фактор. Но подпадает под общий запретительный фактор разница в религии. Вероотступник становится неверующим, соответственно, его родственники мусульмане не получают от него наследства. Говорит, а кто такой вероотступник? Говорит, это тот, который проявляет свою неверие после ислама. То есть, по доброй воле. Здесь должно быть даже если это происходит в шутку. Или нам тоже самое. Газель или мизах. Это что? Шутку. И человек может выйти из ислама, либо произнеся какое-то слово, либо заимев какое-то ложное убеждение. Или проявив сомнение относительно того, в чем должна быть у человека убежденность. Или произведя какое-то действие. Нутх. Произнесение слова. Как, например, если обругал Аллаха и его посланника. И Атихат убеждение. Как, например, взял убеждение о том, что ислам ложная религия, а христианство, допустим, религия истинная. Тайп. Аушак или сомнение. Если человек, допустим, засомневался в судном дне. Будет он или не будет. Человек становится неверующим. Ауфиал или произвел какое-то действие. Как мы говорили, кинул Кур'ан в нечистое место, в грязное место. Или сделал земной поклон. Идолу и так далее. Говорит, у Аль-Муртад. И Муртад, вероступник. Не получает наследство сам ни от кого. И от него не получает наследство никто. Потому что между ними, между кем-либо другим из людей нет покровительства в религии. Потому что он, во-первых, вышел из ислама. Соответственно, потерялось его покровительство между ними, между мусульманами. И перешел на религию таким образом, что его вот этот переход не подтверждается законами ислама. То есть, как мы говорили, изначальный христианин подтверждается. Дается ему право исповедовать его религию с условием того, что он живет на земле мусульман и платит подушную подать. А вот этот вот, вышел из ислама, не подтверждается его новая религия. Говорит, у Амалю ва ба адамути фей лиль мусульмин. Видишь, и его имущество после его смерти является чем? Фей лиль мусульмин. То есть, как бы трофей мусульманам. Мусульмане забирают его себе на общие нужды. Не кому-то конкретному, а на общие нужды мусульман. Без разницы, этот вероступник был мужчиной или женщиной. Говорит, это у шафиитов и маликитов и ханбалитов. Это более правильное мнение из мнений. То есть, придет у нас этот вопрос далее по книге, более подробном его разборе. Говорит, если он будет казнен после того, как отдал все свои долги, или за него отдали его долги, и расплатились за его некоторые из преступлений. То есть, если он кого-то убил, допустим, и должен был заплатить выкуп. То есть, все эти вещи покрыли из его имущества. Говорит, и выделили из его имущества затраты на тех, кого он обязан содержать, как, допустим, на жену, на детей. Говорит, Его имущество становится чем? Фей, то есть, трофеем. Все оставшееся имущество после этого раздается на что? На общие нужды мусульман. А конкретный какой-то мусульманин не получает от него наследства. И никакой кафир тоже не получает от него наследства. И так же, как он сам не получает наследства от мусульманина, мусульмане от него, то есть, какие-то конкретные, не получают наследства от него. И относительно вероступника, говорит, в религии установлено множество религий, и их разбор не является предметом рассмотрения нашей книги. То есть эти вопросы рассматриваются также в других, в отдельных главах по фитху, а не в книге по наследству. Понятно или нет? Так, следующий вопрос, иншаллах, оставим на завтрашний день. И расплатились за его некоторые из преступлений, то есть если он кого-то убил, допустим, и должен был заплатить выкуп, то есть все эти вещи покрыли из его имущества. Говорит, и выделили из его имущества затраты на тех, кого он обязан содержать, как, допустим, на жену, на детей. Говорит, его имущество становится чем? Фей, то есть трофеем. Все оставшееся имущество после этого раздается на что? На общие нужды мусульман. А конкретный какой-то мусульманин не получает от него наследства. И никакой кафир тоже не получает от него наследства. И так же, как он сам не получает наследства от мусульманина, мусульмане от него, то есть какие-то конкретные, не получают наследства от него. И относительно вероступника, говорит, в религии установлено множество религий, и их разбор не является предметом рассмотрения нашей книги. То есть эти вопросы рассматриваются также в других, в отдельных главах по фейху, а не в книге по наследству. Понятно или нет? Следующий вопрос, иншаллах, оставим на завтрашний день. Субханакаллаху ма абь хамдик. Установлено множество религий, и их разбор не является предметом рассмотрения нашей книги. То есть эти вопросы рассматриваются также в других, в отдельных главах по фейху, а не в книге по наследству. Понятно или нет? Следующий вопрос, иншаллах, оставим на завтрашний день. Субханакаллаху ма абь хамдик.